Всем привет! С вами Аня и вы на моем канале 3 струны. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о настройке инструмента. Итак, поехали! Для хорошего исполнения произведения надо не только уметь играть на доме, но также иметь хорошо настроенный инструмент. Настройка инструмента называется его механическая регулировка таким образом, что издаваемые звуки соответствуют точным эталонам. Как с настройкой инструмента справлялись самые древние музыканты? Не знаю, чутьем или слухом, может чувствовали, непонятно. Но самый древнейший способ, который до нас дошел, был придуман, не поверите кем, Пифагором. Проходя мимо кузнец, ученый услышал звук ударов молотов, и он ему показался мелодичным. Пифагор выяснил, что самые приятные созвучия образуются, когда высота нот является пропорциями целых чисел. И предложил настраивать инструменты, используя именно эти интервалы между нотами. Этот способ назвали пифагорийский. Пифагорийский строй подходил для музыки, которую играли в античную эпоху. Вернемся к настройке домры. На домре и других струнных инструментах настройка осуществляется путем натяжения струн. Это происходит с помощью колков, их вращают, извлекают звук и сравнивают с эталонным. Эталонный звук получают с помощью такого устройства, как камертон, что в переводе означает комнатный звук. Для академической музыки был принят стандарт в 440 Гц. Для настройки домры вам понадобится источник звука для первой октавы. Для этого подойдет камертон, или если такового не наблюдается поблизости, то можно взять любой настроенный инструмент. Для настройки домры ориентиром служит вторая открытая струна. Опорную струну настраивают до соответствия ноты для первой октавы. Для настройки трехструнных домр используют чистый квартовый интервал. Для этого вторую струну сжимают на пятом ладу и играют вместе с первой открытой струной. В результате между двумя открытыми струнами будет кварта. Настройку третьей струны выполняют по аналогии. Необходимость настройки у каждого своя. У кого-то раз в неделю, у кого-то чаще, а у кого-то реже. Когда я только начинала заниматься на домре, со мной произошла такая история. Я сидела дома и играла свою программу, когда родители услышали, что произведение звучит как-то не так и менее гармонично, нежели в предыдущие разы. Лады я тогда зажимала правильные, между прочим. И мы попытались настроить инструмент по синтезатору, но, откровенно говоря, у нас ничего не получилось. И тогда мы отнесли на следующий день в музыкальную школу этот инструмент, чтобы настроить. С тех пор мы приобрели тюнер, чтобы не носить инструмент каждый раз в музыкальную школу. В отличие от камертона, в использовании которого необходим хороший музыкальный слух, использование тюнера гораздо упрощает работу тем, что не надо иметь хороший слух, достаточно просто выполнять механическую работу. Начнем с того, что трехструнные домры имеют строй ми-ля-ре. Что же это? А это буквенное обозначение этих же нот, которые соответствуют ре второй октавы, ля и ми первой октавы. Зная эти обозначения, можно без проблем настроить домру. Датчики тюнера улавливают этот звук и сравнивают с эталоном. И на экране мы видим выше или ниже эталона издаваемый нами звук. Тюнер превращает настроек инструмента в абсолютно механический процесс. Мы вращаем колки, натягивая или ослабляя струну до тех пор, пока звук не совпадет с эталоном. Расскажу о тюнерах, которые у меня есть. Мой самый первый тюнер, который мне купили в первом классе, так сказать, старичок. Его минусы то, что надо менять батарейки и также то, что в комнате должно быть абсолютно тихо, иначе он улавливает остальные шумы, не давая нормально настроить инструмент. Данная модель тюнера должна лежать на абсолютно ровной поверхности, потому что иначе звук не будет совпадать. Слышите? Вот этот писк означает то, что струна настроена по эталону. На телефоне также у меня скачано приложение «Универсальный тюнер». Я вам его покажу. Это приложение удобно тем, что оно постоянно с тобой в телефоне, и это самый мобильный тюнер. Он с тобой всегда. Его можно скачать бесплатно в Play Market и ничего не придется покупать. Оно полностью соответствует эталону, потому что я проверяла его со своим дирижером. Список инструментов, которые можно настроить с помощью этого тюнера, огромен. Нам среди этого многообразия инструментов нужна группа трехструнных домер. Там будет строчка «Прима» – «Малая», «Домра» – «Трехструнная». Мы выбираем эту строчку, и нам высвечивается картинка с тремя струнами. Мы нажимаем на каждую из этих иконок и поочередно настраиваем каждую ноту. И тюнер, который я приобрела совсем недавно. Это удобный тюнер, который можно брать с собой в поездки. И его огромный плюс в том, что с его помощью можно настраивать даже в шумных помещениях. Он не реагирует на окружающие звуки. Крепится он на верхушку грифа с помощью этой прищепки. При включении этого тюнера нам также высвечивается экранчик со стрелочкой, благодаря которому мы настраиваем инструмент. Если у нас струна совпадает с эталоном, то экранчик вместо синего становится зелененьким. Настройка домры на этом не заканчивается. Нам надо проверить унисон всех трех струн. Для этого зажимается нота ля на струнах ре и ми и проверяется унисон всех трех струн. Также я отдельно проверяю попарно струны. На концертах и конкурсах, если вы играете с концертмейстером, то настраивается под рояль, который присутствует на сцене. Если же вы играете вместе с баяном или аккордеоном, то настраивается под данный инструмент. Если же вы играете в ансамбле, то обычно инструменты настраивают под самый сложно настраиваемый инструмент. У нас в ансамбле это был баян, поэтому все домры и бас-балалайку мы настраивали под баян. А еще хочу вам рассказать пару интересных фактов. Звук гудка на телефоне почти соответствует камертону, а первый музыкальный тюнер был выпущен в 1936 году американской фирмой KON. Компания не занималась музыкальными инструментами и оборудованием, но у основателя компании было хобби – игра на кларнете. Чарли Кон придумал мундштук для кларнета, который запатентовал и впоследствии производил. Тюнер назывался Стробокон. Подводя итоги, хочу сказать, что тюнер позволяет настраивать инструмент, не имея ни музыкального образования, ни абсолютного слуха, можно даже не знать нотную грамоту. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до новых встреч, пока-пока! В этом тюнере огромный спектр инструментов, с помощью которых можно его настроить. Субтитры создавал DimaTorzok